Вы особые люди. Единственное, у вас должно быть самоуважение. И вы должны стараться поддерживать свой баланс. Как только вы устанавливаете свой баланс, работа гуру — это давать равновесие другим. Это балансирует всё. Это сбалансирует природу, климат, атмосферу, общество, людей. Оно существует, чтобы сбалансировать вас. И это равновесие исходит из принципа гуру, который балансирует вас. Если внутри вас есть принцип гуру, вы приходите в равновесие автоматически. Автоматически вы становитесь сбалансированной личностью. Никто не должен говорить вам, тебе нужно сбалансироваться. Вы в балансе. Итак, как же мы развиваем этот баланс? Конечно, в древние времена у людей были очень суровые методы. Много не есть, голодать, идти в Гималайи, стоять на голове и делать всевозможные вещи. Это вызывает огромный дисбаланс. Если вы станете аскетической личностью, это сделает вас таким сухим человеком, что никто не захочет стоять рядом с вами. Я имею в виду, вы будете гореть абсолютно. Так что не знаю, откуда и почему возникли эти всевозможные идеи аскетизма. Возможно, из-за того, что они хотели, чтобы люди больше внимания обращали на свой дух. Гуру же не аскетичен по натуре. Но он столь не привязан, что он аскетичен. Он может быть королем или нищим. Он может быть большой личностью в какой-то области или просто обыкновенным человеком. Если он гуру, тогда в любом состоянии он находится в полном балансе. Ничто не может побеспокоить его. Предположим, вы надеваете ему на голову корону. Ну и что? Будь то картонная корона, серебряная, золотая, или бриллиантовая, какая угодно. Это никогда не произведет на него впечатление. И он никогда не уйдет в дисбаланс. Возьмем, к примеру, пищу. Пища — это один из слабых пунктов, я так думаю. Гуру — это тот, кто может есть довольно много, а может и не есть совсем. Может любить что-то есть, а что-то может не любить, как бы там ни было. Но ничто не может давлеть над этим гуру. Поэтому признак таков, что вы в балансе, и над вами не может доминировать ни пища, ни власть, ни богатства, ни деньги, или еще что-то. Ничто не может доминировать над вами. Вы выше всех этих вещей. И как только вы знаете, что вы выше этих вещей, тогда вы не боитесь. Вы больше не боитесь. К вам приходит бесстрашие. Вы становитесь абсолютно бесстрашными. Ничто не может вывести вас из равновесия. Ничто не может доминировать над вами. Ничто не может ослабить вас. Ничто не может вызвать в вас зависимость. Ничто не искушает вас. Ничего подобного искушению больше не остается. Когда вы достигаете этого состояния, вне искушения, вне любой жадности, вне любой похоти, тогда нет никаких проблем. Ничто, действительно, ничто не может сломить вас. Вы можете носить гирлянду из обыкновенного тулси. Или можете носить жемчуг, бриллианты, что угодно. Это не трогает вас. Но вы ни от чего не убегаете. Потому что, когда вы убегаете от чего-то, вы становитесь аскетом искусственным. Аскетизм же находится внутри вас от природы. Поэтому ничто не может помешать вам. Ничто не имеет значения. Это состояние мы должны видеть. Но большей частью что происходит с людьми? Они скажут, «Мать, я не думаю, что я гуру. Я спрашиваю, почему?» «Потому что все те симптомы, о которых вы говорили, у меня присутствуют. Я все еще хочу есть эту пищу, я все еще то-то». Вы делаете все наоборот. Вы не должны вешать на себя то, о чем я вам говорю, или пытаться судить себя. Не судите. Просто постепенно поднимаетесь. Цените себя. И постепенно вы поднимаетесь и устанавливаетесь в положении, которого вы достигли. Вместо этого вы будете чувствовать себя очень виноватыми и испытывать большую подавленность, если начнете судить. «О, мать сказала, что у нас должно быть это, мать сказала, что у нас должно быть то». Если вы все время судите сами себя, это не поможет вам. Вы самоуверены. Вы уверены в себе. Незачем судить себя или всех остальных. Иногда я вижу, что некоторые люди постоянно повторяют. «Мать сказала так, я могла так сказать, а могла и не сказать, в зависимости от обстоятельств, как бы там ни было. Что из того, если я и сказала так? Что вы говорите? Потому что это очень хороший способ беспокоить других. Мать сказала так. Что она сказала? Что вы не должны есть каждый день. Я никогда такого не говорила. но кто-то может начать делать подобную глупость. Допустим, даже если я и сказала это. Не имеет значения. Что вы должны говорить? Так что вы вырастаете даже в своем собственном опыте, что такое хорошо. Вы не поверите, но как человек я бесполезна. На самом деле, это было очень сложно. Фактически, мой отец обычно рассказывал мне очень много о людях. Что они за создания и как я должна выглядеть. Это очень сложно для меня, быть человеком. Очень-очень сложно. Вначале я не знала, почему их реакции таковы, почему люди ведут себя так и что с ними делать, как с ними справляться. Это довольно сложно. Можно сказать, что даже у Вильяма Блейка была та же проблема. Но когда вы достигаете этого состояния, тогда вы просто наслаждаетесь собой. Вы получаете даже большее наслаждение, чем я, поскольку вы уже люди. Поэтому вы знаете о людях. И затем вы видите свое восхождение. И для вас намного проще оценить это. Для меня же я не знаю, потому что я никогда не знала искушений. Я никогда не знала всех этих качеств, которыми вы обладали. Так что я не знаю, как оценить, что из этого выходит. Понимаете? Если у вас нет никаких проблем, если у вас никогда не было, скажем, никаких искушений, какими вы были, такими и остаетесь. Что в этом великого? Но вы из чего-то человеческого поднялись на более высокий уровень. Это очень похвально, и вы можете наслаждаться гораздо больше, чем могло наслаждаться я или Христос или Шри Кришна. Потому что тот, кто поднялся и вырос, чувствует теперь благоухание своих добродетелей, качеств и свое величие. Тогда он наслаждается собой. Ну и что? Я сижу здесь, скажет он. Хорошо. Я сижу здесь. Почему вы беспокоитесь? Я в порядке. К нему приходит правильное понимание этого изменения. И он понимает других людей намного лучше тех, кто не имеет ваших способностей, вашего знания, вашей глубины, вашего притяжения. Потому что вы были человеком, а теперь вы божественны. Поскольку вы были человеком, вы понимаете других людей. так что гуру вроде меня? Я не знаю. Здесь совершенно другая ситуация, потому что я мать. И я видела этих гуру, настоящих гуру. Они очень суровые люди, я должна сказать. я не могла понять, как они бьют людей, как они секут их, они подвешивают их в колодце, делают всевозможные вещи. Я не могла понять, почему они делают это. Но они ушли с человеческого уровня с помощью борьбы и сражений. Поэтому они думают, почему другие должны получить это так легко? Почему бы им также не испытать проблемы? А у вас не было всех тех проблем? Вы отличаетесь от тех гур? Вы получили это сахадж? Очень простым способом. Вы не делали ничего. Вы получили это сахадж, абсолютно сахадж. Вы ничего не делали в этом плане. Так что ваша роль как гуру отлична от тех гуру, которые так много боролись, чтобы стать развитой душой. Поэтому ваше отношение к другим должно быть более сострадательным, более понимающим, более любящим. Как вы получили это сахадж, так и другие могут получить это от вас. Не нужно делать что-то ужасное. Не нужно кричать на них. Некоторые люди, встречавшиеся со мной, рассказывали мне, и это очень печально, что какие-то сахаджа-йоги сказали им что-то грубое, поэтому и пришлось уйти из сахаджа-йоги. Сахаджа-йог никогда не должен говорить никому ничего грубого, у него нет на это права. Потому что без всяких слов вы получили вашу реализацию абсолютно бесплатно. Не делая ничего, вы получили свою реализацию. Если кто-то приходит к вам за реализацией и должны делать это точно так же, вы не получили это путем какой-то суровой, можно сказать, практики. так что это отношение должно измениться. И я видела, что если у вас есть такое отношение, тогда вы можете быть гуру, но не сахадж. Поэтому сейчас постарайтесь понять, что существует разница между сахадж-гуру и не сахадж-гуру. Они очень вспыльчивы, очень. А сахадж-гуру не имеют права быть вспыльчивым. Все, что у нас есть, так хорошо, так прекрасно. Мы все наслаждаемся этой прекрасной атмосферой. Такая любовь, такое сострадание, такое уважение друг к другу. Никакой конкуренции, никакой политики. просто если вы понимаете одну вещь, что вы получили все сахадж-образом, и таким же сахадж-образом вы можете давать это другим, вы будете уважать других таким же образом. Я думаю, вы сможете... Вон там один мужчина, который фотографирует. Посмотрите, кто он. Он не должен фотографировать все эти вещи. Без разрешения он не должен фотографировать. это очень непослушные люди, вы знаете. так что сейчас мы в сахадж-стиле. Вы все знаете, что вы получили все силы, что вы все гуру, что вы достигли столь многого, вы можете сделать так много. тогда вы должны быть сахадж. Вы получили это сахадж, так что вы не имеете права быть грубыми, ужасными, вспыльчивыми или строгими гуру. Но это прокрадывается. Я видела, что иногда в сахадже-йоге также довольно много военщины, армейского типа выучки. Этого не должно быть. Никакое навязывание дисциплины не требуется. они дисциплинируются сами собой, а не гуру. Кто может дисциплинировать гуру? И тогда они сахадж. Так что ваш стиль совершенно другой. Ни один из тех гуру не знал даже, как давать реализацию. Я говорю вам откровенно. Они никогда не знали, что кундалини можно поднять своими руками. Очень мало людей в истории давали реализацию до сих пор. Но вы, люди, раздаете ее налево и направо любому, кто придет. Только я сказала, идемте, посмотрим на этого человека. Тут же вы все садитесь. Это так, это так. Вы пересекли сейчас границы науки. Вы сами стали наукой божественности. И вы знаете совершенно все об этом. Это чакра в блоке, там в блоке, я в блоке, ты в блоке. Но то, как мы обращаемся с другими, это и есть гурупада. Доброта, приятность, забота. Это то, что дала вам ваша мать. заботу. Заботу, которая проливается на каждого человека. Вы должны быть заботливыми. Не как эти гуру, иди, умри, убей себя, ешь траву. Нет, не таким образом. То есть, вы должны быть также гуру с материнскими качествами. Приятными гуру. Исключительно приятными, добрыми, и понимающими, прощающими. потому что какова наша цель? Какова наша цель? Наша цель распространять сахаджи-йогу. Это главное, что мы упускаем, что цель нашей реализации или нашего рождения — давать реализацию другим, распространять сахаджи-йогу, освобождать других и этим освобождать весь мир. это наша ответственность. сахаджи-йогу. Спасибо. Спасибо.